Нам обещали показать настоящий экзотический автомобиль с необычной историей. Может речь об этой спортивной модели? Вот это достойный экземпляр, но он не слишком экзотичен. Скорее всего, это и есть наш сюрприз. Chevrolet Caprice 9C1 1994 года выпуска, который был патрульным автомобилем полицейского департамента Лос-Анджелеса. Его нынешний владелец им очень дорожит. Еще бы, ведь он сам полицейский, только в Германии. Нам обещали пробную поездку. Существует, конечно, правило, которое я должен соблюдать. Скажем, продольная мигалка на крыше должна быть прикрыта. Она вообще должна быть выключена, так же, как и сирена. Когда я езжу на этом автомобиле по улицам, то, разумеется, придерживаюсь этих правил. Но во время таких встреч, как эта или фотосессий, я включаю и мигалку, и сирену. Само собой разумеется, что у Chevrolet Caprice есть свои особенности, предусмотренные спецификой работы полиции. Восьмицилиндровый двигатель объемом 5,7 литра, автоматическая коробка передач. На машине нет никакой ржавчины. Она не была в аварии. В полицейский участок Лос-Анджелеса Chevrolet попал новеньким с конвейера. Купив этот автомобиль, Андрей Хагиман осуществил свою давнюю мечту. Я всегда интересовался тем, что предлагаю торговц с автомобилями, и однажды, увидев Chevrolet, просто-напросто в него влюбился. Я отправил продавцу письмо по электронной почте, и тот тут же откликнулся, сообщив, что автомобиль пока не продан. Мы немного поторговались, и я его купил. Улов Андре оказался удачным. Автомобиль очень ухоженный, он не принимал участия в полицейских преследованиях. Мигалка на крыше и все остальное аутентично. Уже при первом нажатии на педаль газа, можно подумать, что в его системе охлаждения не вода, а адреналин. Мощность мотора – 264 лошадиных силы. Функциональные и специальные фары-искатели. Сидишь за рулем огромного спортивного автомобиля, в котором как будто нет ничего лишнего, кроме разве что рации, звуковой сирены и световой мигалки. И, конечно, решетки для арестованных. Для американских полицейских не так важен внутренний интерьер автомобиля. Здесь используют чаще всего дешевые искусственные материалы. Это видно по данному автомобилю. Надо быть особенно осторожным, чтобы ничего не сломалось. Мне еще повезло, я купил его в хорошем состоянии. Но в целом Chevrolet Caprice достаточно прочен, включая двигатель. Особенно красивой эту машину не назовешь. А круглые формы корпуса часто в народе называют китообразными. Но качество у них, что называется, акулия. Как только нажимаешь на педаль газа, вся эта двухтонная махина двигается с места и мягко плывет, словно парит над дорогой. От этого и сердце полицейского начинает биться быстрее. Мне нравится все. Сила, мощь, габариты и все, что за ними скрывается. Отличный мотор, хоть и требует очень много бензина. Немного Америки дома, которую можно потрогать руками. Конец. АУС ÁМЕР Продолжение следует...